Артисты Ногайского драматического театра встретились с воспитанниками образовательного учреждения «Станицы Староживой». Дети военнослужащих стали зрителями представления «День рождения кота Леопольда». За эмоциями школьников наблюдала и наша съемочная группа. Самое главное, чтобы всегда было хорошо, чтобы не ругались, чтобы такие злые мыши вроде нас, чтобы таких плохих ребят было меньше. Искусство как способ донести до подростков и молодежи настоящие человеческие ценности. В составе Ногайского драматического театра «Нурадин» и «Родион» приехали в гости к учащимся второй средней школы «Станицы Староживой» со спектаклем, сюжет которого как раз и акцентирует внимание зрителей на хорошем и плохом. Персонаж, известный детям по фразе «давайте жить дружно», своим примером учит окружающих становиться лучше, добрее, даже несмотря на неприятности, которые происходят вокруг. Делает добро, добром обернется, потому что если делать кому-то там в корыстных целях что-либо, да, либо наоборот на зло, то есть если сделан на зло, вернется в 3-4 раза больше зла тебе, ежели ты сделал. И то же самое, мне кажется, здорово. Что у тебя тут, Радик? Твой палец. Где? На лице. Вот так, говорят, нельзя делать. Вот к чему учат наш спектакль. А как распределяли роли? Вы согласны с режиссером? Вы вот достойны были сыграть мышей? Поначалу мне не нравилось. Мне не нравился тот факт, что это, ну, мне попадают в основном отрицательные роли. Из-за этого мне не понравилось. Но потом со временем, с каждым выездом, так скажем, ау, с каждым выездом, своя же роль начинает нравиться, ты начинаешь, ну, я не знаю, приживаться, что ли. Нет, ну, я считаю, знаете как, нету такого понятия, что типа отрицательная роль, положительная роль. Все роли положительные, только у каждого, как говорится, своя правда. В конце концов и мыши понимают, что именно они сделали неправильно. А театральное представление служит юным зрителям превосходной подсказкой. Мне очень понравился спектакль «Кот Леопольд», потому что он смешной есть моменты и добрый. В нашей школе обучаются дети военнослужащих. Примерно в школе около 400 детей. В последнее время, конечно, такие мероприятия проводятся редко в связи с ограничениями. Поэтому это, наверное, первые после ограничений у нас такие мероприятия. Сейчас у воспитанников образовательного учреждения «Станицы-Сторожевой» снова появилась возможность участвовать в подобных представлениях. То, о чём книги могут лишь рассказывать, зрелищный вид искусства способен демонстрировать наглядно. Артур Махце, Светлана Кокова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.